Здравствуйте, в эфире программа 7 минут и в гостях у меня сегодня Игорь Мартынов, заведующий центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Игорь Сергеевич, здравствуйте. И вот расскажите, пожалуйста, какова сейчас в нашей области ситуация с ВИЧ-инфекциями? Ну, нельзя сказать, что ситуация спокойная, ситуация серьезная, в общем-то, как во всей стране. ВИЧ-инфекция, ВИЧ-СПИД продолжается распространяться, стабилизации нет, за все время наблюдений выявлено 3541 человек в настоящее время, из них более 2,5 тысяч стоит на учете в нашем центре, около 700 человек получают специальное лечение специфическое. А в настоящее время, вот, есть цифра по апрель месяц, более 800 тысяч вообще ВИЧ-инфицированных выявлено в Российской Федерации. Ну, лидируют такие регионы, как Кемеровская, Свердловская, Самара. Да, Россия, в общем-то, в Российской Федерации Рязань занимает, ну, средние такие положения в своем... То есть, те регионы, которых я назвал, там десятки тысяч ВИЧ-инфицированных выявлено, у нас вот 3,5 тысячи. В нашем регионе, соответственно, большая часть ВИЧ-инфицированных в крупном городе, это в Рязани, находится. Дальше такие районы, как Скопинский, Пронский, Захаровский, Михайловский. Там, в общем-то, на 100 тысяч населения выявляется, ну, приходится более 400 человек. Так, а в Рязанской области вообще 309 на 100 тысяч населения. И среди 18 регионов Центрального федерального округа, она находится в Рязанской области на 7 месте. То есть, среднее положение. Лидирующие регионы, это такие, как Калининская область, или теперь Тверя называется, там где-то 700 человек на 1000 населения. У нас, я уже сказал, 300-309. А в нижней части этой таблицы более спокойные регионы, это Воронеж, Липецк, там менее 100 человек. Ну, вот такая вот ситуация. Вот в чем отличие ВИЧ и СПИД? ВИЧ-инфекция, это вирус попадает в организм человека, да, если тоже установлен факт, это ВИЧ-инфекция. СПИД, там есть несколько стадий ВИЧ-инфекции. СПИД, это, в общем, последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда у человека возникает значительное снижение иммунитета, и возникают различные сопутствующие заболевания, от которых, в общем-то, в большинстве случаев происходит, в общем-то, гибель. Ну, вот я сказал слово гибель, ну, следует уточнить, после того, как были изобретены масса, более трех десятков препаратов специальных, да, ВИЧ-инфекция, и стали они применяться у людей комплексно, ВИЧ-инфекция из-за разряда, безусловно, смертельных заболеваний, которые, смертельный исход, именно от ВИЧ-инфекции и ее последней стадии СПИДа, переведена в разряд хронических инфекционных заболеваний. То есть, есть ли человек, которому показано значение терапии, а терапия назначения врачи проводят после того, как определенные цифры, снижение иммунитета, вирусная нагрузка, то есть, количество вирусов в организме определяется, то есть, не всем, то есть, вы установили диагноз, это не значит, что должно назначаться лечение. После того, как назначается лечение, в общем-то, человек сколь угодно долго может жить и, извините, закончить свою жизнь от каких-то других, не связанных с ВИЧ-инфекцией заболеваний, как, допустим, инфаркт, инсульт, которые сейчас, онкологическое заболевание, которое сейчас, в общем-то, лидирует в заболевании, которые приводят к смерти жителей Российской Федерации. Вот это главное отличие в ситуации, вот так развивается ситуация в России, в Рязанской области, то есть, появилась терапия и появился, так сказать, свет в конце тоннеля. А вот, допустим, ВИЧ, да, не то, что вылечивается, да, но можно долго с ними жить, а вот если уже спит? Спит, ну, вы понимаете, тут нельзя сказать, это все индивидуально. Если вы поставили диагноз ВИЧ-инфекции в стадии спида, при назначении терапии адекватной, своевременной, в общем-то, это не значит, что человек сразу, или через месяц, через два погибнет, несколько лет он может прожить. Но, в общем-то, шансы на то, что он проживет долго, как говорится, и счастлив, извините за каламбур такой, уже значительно ниже. Потому что в последнее время, к сожалению, участилось выявление пациентов с очень низким иммунитетом. То есть, они заразились когда-то, допустим, в 90-е, в 2000-е годы, когда с Украины в Рязань, в Рязанскую область, вал наркотиков пошел, и заразились они внутривенными употреблением наркотиков, героина. Потом, может быть, кто-то бросил, и жили, не зная о том, что у них ВИЧ-инфекция. И вот прошло уже, допустим, в 2000-е годы, кто-то позже заразился, 14 лет как раз, может быть, кто-то позже, то есть 10 лет, и близко к стадии спида, то есть на иммунитете, там несколько клеток, 20, а бывает и две клетки, при норме, допустим, полторы тысячи и тысячи клеток специальных иммунных. Да, у нас выявляется. Естественно, лечение назначается, но эффект от этого лечения значительно ниже. Вот последний пример выявлен, была пациентка, у нее было 5 клеток, назначена терапия, и, к сожалению, через неделю мама приходит со слезами, что уже поздно она погибает. Ну, врачи прикладывают усилия, еще не значит, что это все конец, но значительно уже тяжелее достигнуть результата. Все-таки, вот, чтобы такого не случилось в пути передачи. Все мы, наверное, об этом слышали много раз, да, но лучше лишний раз напомнить. Пути передачи, да, я всегда повторяю, в общем-то, это не лишнее, это не то, что у папа была собака, да, многие, может быть, знают, кто-то в одно ухо вылетело, другое, как говорится, влетело, в одно вылетело, другое. Пути передачи всем известны. Это употребление наркотиков внутривенно, то есть при повреждении кожных покровов и контакте крови ВИЧ-инфицированного с кровью, с организмом другого человека, не ВИЧ-инфицированного. Далее, половой путь при ненасищенных половых контактах. И вертикальный путь. Это при... Женщина беременеет, рожает ребенка, не получает специально во время беременности, не получает, и в родах не получает терапии специальной после родов ребенок. Вот этот путь возможен. И обязательно, не должно, категорически не разрешается кормить этого ребенка грудью, то есть молоком матери. Вот эти три пути основные. То есть, если человек знает, вооружен, уже защищен. Знает эти, значит, защищен. То есть, вот... Этого все, в общем-то, можно достаточно избежать. Это не какое-то заболевание, это не чума, там, допустим, который рядом находишься, уже может заразиться. Это не туберкулез, который... Или же и не вирусные инфекции, это респираторные, которые придаются воздушно-капельным путем. И находясь с больным вирусной инфекцией, гриппом, допустим, респираторной вирусной инфекцией в одной комнате, в одном помещении, может заразиться. Здесь этого нет. Вот, кстати, женщина может все-таки инфицированная родить здорового ребенка? Или шансов нет? Несомненно, обязательно такая женщина, после того, как у нее вывод появился, ну, она знает, узнала, что у нее она беременна, встала на учет в женскую консультацию, обязательно должна прийти к нам, встать на учет у нас, в нашем центре, и с определенного времени беременности, в период беременности, получать специальную терапию, три терапии. Если это все она тщательно соблюдает, значит, все правила эти соблюдают, то шанс родить ребенка здорово повышается до 98, ну, там, допустим, 97%. А если она этого не делает, то шансы снижаются до 60 и даже 80%. То есть в 80% случаев, или в 60%, она может, наоборот, она может родить больного ребенка. То есть тут, мы говорим о 2-3-4% ВИЧ-инфекции, если она может выявиться у ребенка, если она все правильно делает, а если она не наблюдается и ничего не делает в этом направлении, то шансы родить больного ребенка повышаются до 20-40%. Ну что ж, спасибо вам, Игорь Сергеевич. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Игорь Мартынов, в заведующий Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Это программа «7 минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!